Все споры вокруг строительства нового корпуса больницы Страды не бессмысленны, пока Всемирный банк не определит, какая сумма из общего финансирования может быть потрачена на региональные больницы, а какая на рижский стационар. Об этом сегодня говорили всеми. В самой же клинике говорят, если строительство нового корпуса отложить, на ремонт старых помещений понадобится еще 35 миллионов евро. Уже в апреле следующего года новый корпус больницы Страды не должен принять первых пациентов. Второй этап строительства планировали завершить к концу 2019-го. Сейчас стройка под большим вопросом. Министерство финансов уверено, на реализацию второго этапа необходим новый конкурс, иначе Латвия потеряет финансирование ЕС. В рамках существующего договора о закупках предложение о второй очереди с точки зрения закона недопустимо. Если это произойдет, крайне высок риск, что Еврокомиссия не выделит средства из своих фондов. Руководство больницы не скрывает отчаяния. Корпуса стационара начали строить в начале 20-го века. И если строительство нового корпуса затянется, на различные ремонты старых помещений уйдет еще 35 миллионов евро. Постоянно мы соприкасаемся с ситуацией, что ломается что-то, аварийная ситуация. И позавчера это было, и зимой теплоузлы ломаются. Это влияет на качество нашей услуги. Палаты слишком тесные, и некоторых пациентов и вовсе приходится размещать в коридорах. Отделение неотложной помощи рассчитано на 50 человек. Однако после закрытия первой больницы принимают в день до 180. Больные люди ждут приема часами в ужасном состоянии и отделении для новорожденных. Помещений мало. И так называемые куеветки, где новорожденные находятся, они близко друг к другу. И особенно плохо летом, когда температура воздуха высокая, там поднимается температура, и аппаратура иногда отлучается. Во вторую часть нового корпуса должны переехать помимо отделения неотложной помощи, операционный блок отделения реанимации и интенсивной терапии, а также родильное отделение и центр патологии. Вот только строки его строительства в случае объявления нового конкурса могут отодвинуться на долгие годы. Минздрав предлагает компромисс. Вместо того, чтобы делать два конкурса на проектировку и на строительство, мы в рамках текущего договора договариваемся со строителем о том, что они проектируют нам до 5 мая 2017 года. Тем самым мы успеваем вложиться в сроки архитектурного задания, которое для нас является самой главной проблемой. И, соответственно, мы за счет этого экономим как минимум 15 месяцев. Вот только, как оказалось, Латвию подвел Всемирный банк. Он должен был дать заключение, сколько из 176 миллионов евро финансирования пойдет на региональные больницы, а сколько останется на Страдене. Если было обещано почти полгода обратно, что этот документ должен быть здесь, он до сих пор нету, и за это платятся немало и маленькие деньги, очень хотелось, чтобы это было сделано. Депутаты напишут письмо во Всемирный банк и будут ждать. Теме строительства нового корпуса больницы Страдене вернутся через месяц.